Понимаете, поэтому я не думаю, что такая группа есть, и это все-таки фантазия этого Грулева, который, конечно, опять пытается таким образом зацепить просто Казахстан. Вот эти угрозы Казахстана, усилившаяся эта риторика, радикализация этих заявлений, подталкивает на мысль, что это как бы месть Казахстану за то, что он присоединяется все больше к выполнению международных санкций против Российской Федерации. Из новостей мы слышим, да, ну вот карту МИР, например, Казахстан послал по курсу российского военного корабля. Не обманчивали такое мнение или это только показуха? Казахстан соблюдает санкции или умудряется помогать серыми схемами Российской Федерации более изощренно так, чтобы придумывать что-то новое и незаметное для мирового общества? Ну давайте я начнем с фактов. Сегодняшний, вот 8 апреля сегодня, 2024 года, можно открыть интернет и сегодняшняя новость. Казмонайгаз это нацкомпания продала российскому Лукоилу месторождение Коломкас, Хазар и Ауэзов, это в западном Казахстане, месторождение нефти и газа. Сумма сделки 200 миллионов долларов. Лукоил это подсанкционная компания, которая близко к окружению Путина финансирует войну против Украины. Лукоилу продается за 200 миллионов три месторождения. Коломкас, Ауэзов и Хазар. Это сегодня. Что касается других моментов, об этом много уже публикаций в западных СМИ, например, что через Казахстан идет обход санкций, микросхемы, хлопкового целлюлеза, какие-то старые вооружения. И, конечно же, самое главное, я процитирую слова Тукаева, сказанное в ноябре на встрече с Путиным. В Казахстане зарегистрировано более 25 тысяч российских компаний. Это более половины из всех зарубежных компаний зарегистрированы в Казахстане. Это слова Тукаева, прямая речь его. Понимаете? То есть это количество, большая часть вот этих зарегистрированных компаний была зарегистрирована после начала войны в Украине. Понимаете? Вот эти слова Тукаева, если бы нужно было бы западным странам, руководителям западных стран, можно было бы просто как факт привести для того, чтобы ввести вторичные санкции против руководства Казахстана. Смотрите, Тукаев, это слова Тукаева. Это не какое-то журналистское расследование, понимаете? Это не какое-то мнение какого-то оппозиционного деятеля, политика. Это слова, прямая речь первого человека Казахстана. Это факт. Понятно. А платежи, которые идут из Российской Федерации в Казахстан и обратно с огромными задержками, на первый взгляд это кажется, что да, снова ужесточение выполнения санкций, но не перешли ли они там на крипту, например, на банальную наличку, если сотрудничество есть? Между Казахстаном и Россией нет нормальной границы, как многие думают. Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан являются странами евразийского экономического сообщества. То есть между ними прозрачные границы. У них единые, они договариваются между собой по ценам, например, на автомобиле, по сборам, по налогам, чтобы двойного налогообложения. Поэтому там нет никаких проблем между ними. Границы прозрачные. Перечисления тоже происходят моментально, там никаких проблем нет. Еще раз хочу сказать. В Казахстане, по словам Тукаева, зарегистрировано 25 тысяч российских компаний. Это официально только зарегистрировано. А есть же еще тысячи десятки тысяч, которые не регистрируются, понимаете? Которые действуют без зарегистрации. Множество, десятки тысяч компаний открылись в Казахстане после начала войны в Украине. Казахстан стал таловой базой путинского режима. Я хочу еще раз обратиться, пользуясь случаем, что руководству Украины, руководству западных европейских стран США, что пора вводить санкции против руководства Казахстана. Именно персональные санкции против Тукаева, против премьер-министра Бегтенова, против министра, против Акимов. То есть все верхушки всего руководства Казахстана. Введение персональных санкций стало бы сигналом для того, чтобы Казахстан хотя бы в какой-то степени стал бы соблюдать международные санкции. Казахстан 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 Казахстан